памятник я специально около него остановился якутия но вы представляете себе да это север это олени стойбище не помню где уже читал про них их месяц собирали по этим стойбищем если не больше они даже не знали что война началась ну то есть они там свои тундре они не пасли и собственно никаких на этот счет там кто-то знала в основном даже и не знали вот их собрали вот их погрузили в вагон их около месяца везли до ленинграда а потом фактически в одной атаке под пулеметами они в общем-то все и полегли вот таких вот историй было немало но это говорит о том что тогда люди не задавали вопросов если нужно значит надо свою жизнь отдать и где ты там в якутии а где там ленинград может быть даже и никогда бы не побывал здесь но оказался но ненадолго и погиб отдал свою жизнь за то чтобы уже чтобы здесь жили мы поэтому когда проходишь по этой аллее в очередной раз вспоминаешь что действительно никогда не надо делить людей не на национальности не народы не на то что коренной или не коренной потому что в такую минуту тяжелую годину которая была у нас в те годы все равно весь народ встает и весь народ сражается друг за другом в том числе за наш город отдали свою жизнь люди которые к нему не имели вообще никакого отношения вот их имена но а мы же сейчас подойдем к главному памятнику который связан как раз с боями на сенявинских высотах и выйдем на смотровую площадку откуда нам откроется вид пойдемте туда для того чтобы мы поняли насколько тяжело было штурмовать эти высоты нашим войскам которые вот здесь вот на этом открытом поле зимой выстраивались цепи и наступали на немецкие пулеметы которые были здесь установлены немецкие гнезда вообще вся немецкая оборона она и вообще вся немецкая тактика пехоты она была нацелена на пулеметы у них каждом отделении был пулемет а остальные солдаты в этом отделении они должны были этот пулемет прикрывать немецкие пулеметы они безусловно были самой лучшей техникой времен войны именно вот пулеметной техникой и если например вот говорят что там лучший танк либо т-34 либо как тигр то есть мы сегодня об этом уже говорили да если мы говорим о лучшем автомате то это ппш а если мы говорим о лучшем пулемете то это немецкие так называемые mg-34 вот как он выглядел и mg-42 вот как он выглядел надо вам сказать что модифицированные mg-42 до сих пор используется в немецком рейхсвере то есть это настолько совершенная получилась машина в 42 году что ее до сих пор немцы используют немцы называли эти пулеметы обжорами потому что у них была дикая скорострельность и они пожирали огромное количество патронов но надо вам сказать что именно скорострельность это и есть главное качество пулемета и наши бойцы преодолеть вот эту невероятную плотность огня при всем желании но просто физически не могли если учитывать что они наступали еще по снегу если учитывать что они наступали в открытой местности то это конечно же смерть зачастую была для них предрешена зная о том что немецкая вся тактика она рассчитана на пулеметы наши первым делом старались огнем артиллерии или концентрированным огнем выбить именно пулеметчиков и после того как пулемет был обезврежен у наших солдат был шанс потому что оставались только немецкие солдаты с винтовками а винтовочный огонь он не столь губителен и поэтому тогда был шанс на атаку но именно здесь на синявинские высоты впервые на всем фронте немцам привезли так называемые штурмгиверы вот так они выглядят их часто ошибочно путают с нашими калашниковыми я специального здесь их разместил но если вы заинтересуетесь в интернете можете почитать ничего общего кроме внешности у них нет у них разный принцип действия поэтому это ну две абсолютно разные конструкции соответственно они похожи только внешне но тем не менее штурмгиверы это были первые штурмовые винтовки то есть у соответственно машинга на до машинги вера как он по-немецки называется у пулемета говоря по простому у него очень большая скорострельность но он очень массивный тяжелый да то есть с ним неудобно обращаться у обычного автомата машин ну как бы вот механический пистолет если так переводить у них самый главный недостаток то что они бьют недалеко то есть у них пистолетные патроны поэтому стреляют они недалеко а вот то что изобрели немцы штурмовую винтовку он стрелял промежуточным патроном то есть он сочетал себе скорострельность пулемета и убойную силу винтовки и соответственно здесь немецкие солдаты на синявинских высотах были все вооружены вот этими штурмгиверами это был такой опытный образец но их привезли именно сюда и поэтому когда наши солдаты так сказать смогли справиться с немецким пулеметом их встречал очень плотный оружейный огонь уже простых немецких бойцов вот с этими штурмгиверами и из-за того что здесь была вот такая невероятная просто стена огня конечно же нашим солдатам пробиться на эти синявинские высоты не было никаких шансов но тем не менее волна за волной цепь за цепью в течение нескольких месяцев красная армия штурмует синявинские высоты конечно были и другие попытки о которых мы поговорим обойти эти высоты со стороны других участков фронта но успехом они не увенчались и поэтому синявинские высоты с переменным успехом штурмовали вплоть до января 44 года пока немцы сами отсюда не отступили и эти высоты не были заняты но тем не менее как это не странно прозвучит после того что я вам сейчас рассказал тем не менее синявинские высоты несколько раз нашими войсками были взяты и кто же их брал и каким способом я вам расскажу около небольшого неприметного памятника который расположен вот в той части экспозиции это памятник саперам войсках некой элитой считаются саперы саперы это по сути те люди которые разминируют минные поля которые прокладывают путь для пехоты которые занимаются именно таким вот техническим обеспечением войск туда берут естественно хорошо образованных технически грамотных людей поэтому саперы войсках это всегда такая некая особая каста и собственно те задачи которые не может решить пехота зачастую поручают саперным подразделением они небольшие они сплоченные они профессиональные так вот надо вам сказать что в 43-м году синявинские высоты и чертова высота была взята саперами под командованием вот этого человека иван иванович саламахина после войны и он оставил мемуары где он описал как тренировался его отряд который буквально за несколько минут там за полчаса в магниеносном ночном бою одними саперными лопатками чтобы не создавать личного лишнего шума или звука выбил отсюда немецкую пехоту и по сути взял чертову высоту в течение там нескольких минут как они к этой операции готовились как они построили копию немецких укреплений штурмовали их как они тренировались как они учились бесшумно перемещаться а потом в течение нескольких десятков минут эту высоту они захватили но саламахин в своей книге пишет о том что по непонятной причине им на смену должна была прийти ну вот после того как они взяли высоту им сюда должна была прийти целая дивизия чтобы эту высоту удерживать но тем не менее она не пришла по непонятным причинам и поэтому саламахин вел ожесточенный бой если в взятии чертовой высоты они потеряли всего несколько человек то вот в последующий день они потеряли почти весь отряд и вот как раз имена вот этих людей в нашем городе есть саламахинский проезд на юго-западе вот как раз в районе петерговского шоссе и когда вы там окажетесь вы может быть вспомните нашу сегодняшнюю поездку и вот как раз память о саперах 106 батальона здесь мы можем видеть сейчас мы уже знаем что саперы неоднократно брали не только чертовую высоту а другие возвышенности но к сожалению немцы каждый раз отсюда их выбивали контратаками то есть я уже сегодня не раз говорил что конечно же ведение боя немецкими солдатами она вызывает определенное понимание что это были действительно бойцы самые что есть хорошо обученные и если даже на каких-то локальных участках вот здесь конкретно на этой высоте удавалось нашим войскам достичь успеха то зачастую закрепить этот успех не получалось так как немцы очень быстро и очень мощно организовывали свои контратаки то есть это действительно был очень серьезный очень профессиональный свирепый враг который в конце концов мы все-таки победили но вот тогда сорок третьем году с этой задачи было справиться очень очень сложно в наши дни для жителей блокадного города слова синявинские высоты это нарицательное это символ чего-то непреодолимого стойкого и то за что было отдано очень много крови так вот как раз те высоты где мы стоим с вами сейчас это места самых ожесточенных боев за эти высоты и поэтому очень справедливо что в наши дни здесь находится тот мемориал на котором мы сейчас с вами оказались